Зимние каникулы Начну я, пожалуй, с самого зимнего развлечения. Встану на лыжи. Находимся мы в самом настоящем зимнем лесу, но в городе, в районе Заречья первой спортивной школы. Добраться сюда можно любым городским транспортом. Лыжи можно взять на прокат, а для самых неопытных здесь работают инструкторы. Здравствуйте! Можно мне лыжи? Две. Я на двух буду кататься. Можно вам лыжи и палочки. И ботиночки 34-го размера найдутся? Конечно, найдутся. Что мне для этого нужно? Для этого вам нужен документ, удостоверяющий вашу личность. Что у меня есть? И на сколько мне дадут лыжи с палочками, ботиночками? Лыжи можно взять с 9 утра и до 20 вечера. То есть катайся хоть весь день? Весь день. Здорово! А вы мне точно лыжи с палками правильно даёте? Конечно, мы вам даём. Прям вот для вашего роста. Лыжи надо выбирать, чтобы они были вот такого размера. Плечо, палочки и лыжи чуть повыше, чтобы рукой можно было спокойно достать. Пойдёмте учиться? Пойдёмте учиться. Я смотрю, у вас тут после лыжной прогулки можно будет и в кафе сходить чаю, попить и в баньку? Да, конечно, можно посидеть после прогулки, выпить чаю с травами, посетить баньку, погреться. Эту трассу используют ещё и профессиональные лыжники, которые учатся в спортивной школе. Но им нужно несколько лет для того, чтобы хорошо научиться кататься. У меня же это получится за несколько минут. Юрий Алексеевич поможет. Да, конечно. Юрий Алексеевич много лет занимается лыжами. Давайте, учите меня, учите. Мы сегодня будем учиться передвигаться на лыжах. Мы будем на пластиковых лыжах, но у нас ещё есть деревянные лыжи. Разница в том, что многие предпочитают на деревянных лыжах, так как у них более медленное скольжение, просто гулять в лесу. А мы будем заниматься спортом. Для этого, для передвижения классическим ходом, нужна лыжня. На лыжню. Вперёд. Назад. Назад на лыжню. Назад на лыжню. Всё. Встаём в лыжню и просто идём лево-право. И палочкой выпираемся. А ещё существует коньковый ход. Он отличается от классического тем, что им можно передвигаться с гораздо более высокой скоростью. Учите меня им. Для этого нам нужны... Лыжня нам не нужна для этого. Разворачиваемся. И передвигаемся коньковым ходом. Он называется коньковый, потому что похож на так, как мы ездим на коньках. Как на коньках. И палочками, палочками помогаем. Вот так. Ну вот, а неизбежно. А как нужно много времени для того, чтобы научиться вставать на лыжи? Для этого нужно желание и немножко времени. И три секунды. Вот, всё, я встала. Да. Вот жню мне. Протяжённость трассы один километр. Но на ней есть участки как для новичков, так и уже и для опытных лыжников. В вечернее время трасса освещена. Что тоже очень удобно. Если у вас свои лыжи, ботинки и палки, то лыжней вы можете пользоваться совершенно бесплатно. Но очень важно помнить о том, что любые лыжи требуют ухода. Здесь вам помогут их обслужить для того, чтобы получить максимальный комфорт и эмоции от лыжни. Ну вот, а теперь после замечательной прогулки по зимнему лесу хорошо погреться в русской баньке. Соглашаю вас в русскую баню. Пойдёмте. Если вам не по душе морозный зимний воздух, или лыжа для вас это слишком банально, то Женя Павловна, ваш проводник по бийску, точно знает, как разнообразить каждый день ваших зимних каникул. Продолжение будет. Я в Бийске, и я решила покорить самую высокую скалу нашего города. Но так как скал в нашем городе нету, я отправилась на скалодром. О, а так-то правда прикольно. Скалолазание ещё совсем недавно считалось увлечением лесуского круга экстремалов. Но нам повезло жить сегодня. И сегодня мы находимся в скалолазном центре. Скалолазать – это модно. И у нас есть модная девушка Надежда. Она научит нас. Надя, с чего нам начать? Начать нужно всегда с техники безопасности. Всё-таки скалолазание считается экстремальным видом спорта, поэтому важно знать, что ни в коем случае нельзя стоять под лазающим человеком. Стоять, сидеть, лежать без разницы. Нужно отходить подальше от стены. На скалах настоящих даже рекомендуется не поворачиваться спиной к скалам, потому что летят камушки. У нас здесь тоже есть такое разнообразие камушков разноцветных, которые называются зацепы. Именно по ним мы лазаем, ставим ножки, ставим ручки и проходим трассы. Цветные меточки – это что такое? Это вот как раз обозначенные трассы. Мы представляем такое вид скалолазание, которое называется болдеринг. Серия коротких, сложных трасс, буквально несколько перехватов, но нужно додуматься, какие перехваты делать и как работает наше тело. Мы пойдем немножко другим путем, и сначала мы просто попытаемся забраться до потолка, коснуться ладошкой потолка. В любом месте попробуй пощупать. Форма зацеп очень-очень разная. Любую стенку выбирай, и полегче вон там, самая легкая. Значит, я полезу тут? Давай. Кольца снимаем. Техника безопасности превыше всего. Подержи, пожалуйста. А без разницы, да, мне сейчас за какие держаться под светом? Без разницы. Просто задача пока добраться до потолка. И пощупать как можно больше за время прохождения зацеп. Они все разной формы. Так считается? Считается. Ура! А вот насколько скалолазание на скалодроме близко к настоящему в горах? Ну, скалодромы изначально начали строиться из-за того, что зимой на скалах лазать очень некомфортно. Мы старались максимально приблизить искусственные скалы к настоящим. Но лазание различается очень сильно. Сейчас спортивное скалолазание идет только по скалодромам. Ну, фестивальный формат еще может на скалах. Разница есть, и разница колоссальная. Где сложнее, где проще сказать не могу, это просто разные ощущения. Скалолазание бывает нескольких видов. На скорость, на сложности, болды, болды ринг, правильно? Да. Мне как-то... Я не буду себе льстить и не буду залазить куда-то на скорость. Давайте мне сразу самую сложную трассу. Под какой она меточкой я испытаю себя там? Ну, если самую сложную, давайте начнем с оранжевой трассы. В болды рингах обязательно обозначаются стартовые зацепы. На старте нужно оторваться от земли. И только после этого появляются следующие зацепы, и мы делаем движение. Трассу всегда нужно прочитать, разложить по движениям и разобраться, как же мы сделаем перехват на следующую зацепу. Ну, я так понимаю, сейчас я делаю что-то неправильно, потому что я дальше третьего не могу подняться. Ну, это же сложная трасса. Поэтому ничего удивительного, что мы даже не можем сделать старт. Все правильно, но нужно чуть динамичнее. И сейчас толкаемся ногой, упираем ножку в рельеф. И летим! Может быть, что-то попроще? Давайте! Три стартовых. Раз, два, три. Вот то, что ты ножку поставил. Вот сюда рука. Это следующая уже зацепа. Потом ставим ножку вот сюда. Желтая. Зеленая. Меняем ножку, ставим вот сюда. Красная. Дальше. Ножку вот сюда. Спускаемся, ставим. Сюда? Рука красная дальше. Красная, красная. Вот так, большая. У меня ручки. Меняем ножку и вот сюда. Ага. Дальше розовый финиш. Уже дошли. И рот. Жень. Да, да, да. И двумя руками. Сегодня я лазила вертикально, лазила горизонтально. Часть моих планов на зимние каникулы выполнена. Советую и вам, дорогие бичане, не засиживаться дома. И кататься на лыжах, кататься на коньках, лазать. А я пойду отдохну немножко. Или не пойду. Подсадите меня. Не могу залезть. Ты что? Да, да, да. Спасибо. Я тебя сейчас задаврю. Торфелье надо. Спасибо. За помощь в создании программы благодарим Общество с ограниченной ответственностью «Забава», Центр лыжного спорта «Забава», а также предприятие «Алтай-Теплогор», скалолазный центр «Грани». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...